Стоит ли ждать казахстанцам большой воды в этом году и готовы ли спасательные службы страны к активному снеготаянию, мы поговорим с Рустамбеком Амриным, начальником Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана. Он у нас в гостях. Добрый вечер. Спасибо большое. Нашли время прийти. Скажите, какой выдалась нынешняя зима, насколько много снега от обычной нормы и как вы думаете, какой будет весна все-таки? Добрый вечер, Алмаз, Динара. Действительно, как вы подчеркнули, весна у нас предстоит и зависит от многих факторов, таких как влагозапасы в бассейнах рек. Это первый и основной показатель. Второй это осеннее увлажнение и, соответственно, после прохождения зимнего периода это промерзание почвы. Все эти данные мы получаем от РГП Казгидромет. Они нам выдают консультативный гидрометеорологический прогноз, на основании которого мы анализируем, рассматриваем, какие риски действительно будут. И, соответственно, уже в рамках территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, это в Акиматах, и на международном уровне уже МЧС проводит комиссию. Здесь все понятно. Вот знаете, что интересно? Сегодня в правительстве презентовали дорожную карту. Какие там меры будут в рамках этой карты? Что будет сделано именно МЧС? Скажите подробнее. Да, действительно, такая практика у нас есть. В 2017 году был определен перечень населенных пунктов, которые реально попадают в зону возможных подтоплений. Разработанная карта 2017-2020, она уже реализована. Об этом тоже министр доложился на заседании. Ее продолжат реализацию? Также по реказам межведомственным разработана дорожная карта 2021-2023, в рамках которой включены 212 пунктов по вышеперечисленным мероприятиям, которые вы озвучили. А вот те параметры, все-таки можно я вернусь, промерзание грунтовых слоев почвы, количество снега выпавшего и прочее, прочее. Все эти параметры касательно нормы в этом году, они слишком зашкаливают, что создает какую-то паводкоопасную ситуацию? Или в принципе все в пределах допустимых? Ну, если по двум показателям, по первым озвученным, это среднегодовые нормы, но есть также и отклонения по промерзанию почвы. Это в шести областях мы по прогнозу наблюдаем это. Если перечислять, это в основном северные регионы, североказахстанская область, Кустанайская, Акмолинская и также западные регионы. Это непосредственно западноказахстанская область и Ак-Тюбинская область. Ну и вот напоследок, какие профилактические работы по предупреждению паводков вами проводятся? Вот мы знаем, что в Адбасаре постоянное подтопление. Каждый год попадает в зону риска этот населенный пункт, и люди переживают, не будет ли этого в этом году. И может быть, касательно них будут приниматься какие-то меры, вывозить, переселять заранее. Ну да, реально, если подходить к этому, вышеперечисленные факты напрямую воздействуют. Но не должны мы забывать, что у нас на дворе февраль месяц, март, апрель еще есть. В эти месяца у нас также могут выпасть осадки выше месячных норм. По Адбасару, если конкретно говорить, да, действительно, регион у нас находится в той зоне, где немаловажную роль, еще климатические условия у нас играют большую роль. По Адбасару в 2014-2017 году реально паводок сильно был. Наблюдали мы, наблюдали переселение, строительство домов. В 2014 году, если не изменяет память, было построено 4 дома 45-квартирных. В 2018-2019 году также были построены 11 45-этажных домов. И в рамках дорожной карты нами тоже предусмотрено. У нас в зоне подтопления, в целом по Адбасарскому району остается 501 жилой дом. Но данный вопрос сейчас на контроле и прорабатывается. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, что на наш вопрос отвечал глава департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Рустамбек Амрин.